Здравствуйте, друзья! Еще один сорт из серии мне очень понравилось. Это Ив Ухарь-купец. Ну, не самый дешевый пока еще сорт из новинок селекции Ив, но он покорил мое сердце. Именно своим ростом, неприхотливостью к жаре, выдержкой высоких температур, вот именно температур, посмотрите, слегка-слегка только поджарились шапочки. Ой, у нас дождь какой пошел. И вот буквально только пара дней, как чуть послабление жары, и посмотрите, какая прелесть красота. Это абсолютно круглые, шаровидные соцветия, ярко-ярко-красного цвета. Это тоже, по-моему, чистая зоналка. Ну, я никак не увидела в ней признаков зонартиковой крови. И очень-очень-очень отзывчивый сорт на любой малейший уход. Ну и, конечно же, неприхотливость, то, что я оценила прям по достоинству. У меня два экземплярчика. Его черенки будут обязательно в осень. Ну, планируются по-любому. Слушайте, ну дождь у нас, конечно, внезапно включили. И тут же выключили. Итак, продолжим. Очень мне понравился этот сорт именно за свои вот такие круглые, прям, ну вот абсолютно шаровидные шапочки. И распускается он до последнего цветочка. Вот, до последнего. И самое вот то, что мне очень нравится, это то, что он держит все цветочки открытыми и устойчив именно к жаре. Жаростойкость – это просто вот суперпризнак, который обязательно нужно использовать. Ну, естественно, я уже, ну там, надеюсь, как-нибудь этот признак ухватила. Но об этом пока рано. Мне очень нравится то, что у него такая темная, хорошая листва, очень плотной фактуры. Не пробовала пока этот сорт на улице, ничего не могу сказать. Ну, вот в условиях моей теплицы именно повышенной температуры и сниженного освещения, поскольку сетка у нас притеняющая есть, и даже повышенной влажности, потому что столы я заливаю в жару, чтобы, ну, как-то помочь своим растениям. Вот у него небольшая сеточка образовалась, хлоротичность, но это вследствие как раз повышенной влажности и вот нижнего полива при высокой температуре. Ну, мне вот он прям, ну, вот понравился. У меня есть два экземпляра. Один я, правда, совсем не так давно перевалила в больший объем, но это, конечно, из шкурного интереса, чтобы он нарастил немножко побегов, потому что такого сортика нужно обязательно иметь в достатке. Это как раз, я считаю, что вариант будет для и квартирного содержания, и для украшения ваших садов, там, балконов, ну, в общем, всего того, что на улице вы можете предоставить для пеларгонии. Я так полагаю, что это вот все-таки чистая заналка. Тоже листья не желтит. Ну, вот этот такой слегка краевой запал, но это все же опять влияние температуры. Это все, я считаю, что выправится в скором времени, лишь бы на нас опять не нас двинулась мощная жара. Ну, надеюсь, что будет она уже не такая. Но всего доброго. Думаю, вам несколько понятен стал характер этого сорта. Ив охарь-купец. Молодец. До свидания.